Однажды в день рождения Радханадхасвами несколько монахов, проживающих в храме в Мумбае, вошли в его комнату с аккуратно упакованным подарком. Радханадхасвами любезно принял подарок, а в это время предводитель нашей группы выражал признательность за его замечательные качества, включая подлинное смирение, которым он обладает. Тогда Радханадхасвами просветил нас, что высшее смирение души этого мира ничто по сравнению со смирением Бога, что Кришна еще более смиренный, чем мы все вместе взятые. Он привел такой довод. Мы подходим к Богу с этим отвратительно дурно пахнущим телом. Оно не более чем мешок, понятно чего, не буду санскрит приводить. Тем не менее Бог принимает наше служение. Наш ум полон самых похотливых и низких мыслей, зависти и гордости. Однако, когда мы возносим молитвы, Господь с благодарностью принимает их. До какой степени мы можем прославить Господа нашим крошечным ртом и ограниченными возможностями по сравнению с великими приверженцами, чистосердечными святыми? И все же, когда мы прославляем Бога, Господь принимает нашу признательность. Когда мы говорим, о Боже, я предлагаю Тебе свое тело, разум и слова, Господь с радостью и благодарностью принимает это. Примем ли мы когда-нибудь подношения, которые внешне настолько нечисто и оскоренено? Никогда, но Господь принимает наши подношения. Так кто же на самом деле более смиренен и каково наше смирение? Кто более смиренен у нас? Кришна. Вот никогда бы не подумал. Я-то думал, знаете, я вот принес ему вот гирлянду, или нет, светильник, я обычно светильник там предлагаю. Он говорит, вообще, вот так ждал я тебе светильник за 10 рупий вообще. Так они мне нравятся. Вообще, вот хлебом не корми, дай вот только светильник мне. Я тебя ждал, вот на часы смотрел, думаю, что ты сегодня опаздываешь? Жду тебя вот. Шимать Радхарани тоже вот смотрит на часы и говорит, где тут Ватсала Дас? И вот ты пришел, наконец-то. Так вот, да? Да, вот так. Понимаете? Они каждого нас ждут. Не то, что, знаете, вот мы пришли, там толпа стоит, и он говорит, Боже мой, кого из них слушать вообще? Кого из них слушать? Этого или вот этого? Или вот этого? Понаехали тут. Было тихо, спокойно. Понаехали. Нет, он индивидуал, что он любит всех. Он любит каждого из нас. Каждый из нас. Для него дорог. Это же смирение. И тут мы пришли с этим телом, с этим мозгом, с этими блохами в мозге. Он говорит, наконец-то ты пришел. Ну, надо же, месяц живешь уже в Майяпуре, никогда не был на Мангарите. Наконец-то! Родненький ты мой! Нам что-то приносит, мы еще там нюхаем. Свежее, не свежее. Что-то говорит, я белый сахар не ем, уберите вот это. Ну, то есть, моего смирения не хватает, все переварить. Кришна все ест. Если преданный старается. Смирение? Кто бы догадался? Смиренный преданный. Смиренный преданный. Смиренный преданный открывает. Он знает природу Кришны. И когда слышишь такое про Кришну, сразу хочется, знаете, что-то ему принести уже, ну, свежее. Что-то хорошее, знаете, с этим светильником, ну, хоть как-то с душой вот это сделал. Духовный учитель открывает это. Потому что он разбирается в этом. Потому что он так ведет себя. Мы покинули комнату, говорит этот Брамачарий, Раджа-Пихарий Прабху. Мы покинули комнату, ошеломленный этим анализом смирения и благодарности. Только тот, кто полностью осознает Бога, может думать таким образом. То есть, чем ценит духовный учитель? Он любит Кришну. Он понимает его. И когда он говорит, до нас начинает доходить. Вот за что мы ценим духовный учитель. Вот зачем он нам нужен. Так-то в книжках все написано. Но нам нужен человек, который верит в Святое Имя. Нам нужен человек, который верит, что Кришна хороший. И не только, когда у него все хорошо, и шарики ему принесли. А даже когда унесли. Даже когда все плохо. Он все равно говорит, что Кришна хороший. Помню, как Гуру Махараш в одной из лекций очень мощно проповедовал. Говорит, даже если с вами происходит самое что-то плохое. И даже если вы логически не можете понять, почему Кришна со мной это делает. Вы как аксиому должны понять. Как аксиому в голове держать. Это ради моего блага. Даже если вообще на это не похожи. Просто вот, просто примите это. Он вообще мощно сказал. Харе Кришна вам поможет, он говорит. Смотришь, как он повторяет Харе Кришну. С какой верой. Поразительно. Да, мы каждый день повторяем Харе Кришну. Почему мы повторяем Харе Кришну? Вы его видели вообще? Потому что я вижу человека, у которого получилось. Если такого человека не видеть, я никогда не буду это делать. Я никогда не буду это делать. Поэтому важно слушать такого человека. Видеть такого человека. Как он живет. Как он относится к Кришне. Как он к святому имени. Как он к Ващнавам относится.